Привет, друзья мои! Утро начинается завтрака. Ну, естественно, это завтрак будет кушать ашкэм. Я уже поела сосиски, яичко отварное, хлебушек, кофеёк. А также я приготовила уже суп. Если бы вы знали, что сюда входит, всё, что было в доме. И всё положила. Сюда, значит, картошка, морковка, луковица, брокколи, цветная капуста. Пять грибов. Ещё что у меня было? И на оливковом масле. И ещё положила шпинат, чтобы был такой зелёный цвет красивый. Только нету помидоров. Естественно, приправы и всё. Сейчас буду готовить. Вот, разбудила мужа. Уже бурек поспевает. Вот он идёт, мы, ашкэм. А сама пью вторую чашку кофе. Что-то мне не хватает кофе. И буду заниматься. Не знаю, погода сегодня, посмотрите. Боже, какая погода. Какая погода. Мои тапочки уже почти высохли. Посмотрите, весна настоящая. Как не хочется уже зимы. Зря я покупала ботинки тёплые. Ремонтировала тоже. Нет необходимости. У нас вот там на первом этаже. Вот, вот тут. Вот, видите, показываю пальчиком. Раньше обувь продавали. А сейчас сделали вот какое-то сообщество по защите животных. Здесь они собираются и кормят кошечек, собачек, кошек. Вот такое вот у нас сообщество по защите животных. Ладно, пошла я готова. Ашкэм окормить. А вот и я, мои дорогушенькие, дорогие мои девочки-мальчики. Сейчас сижу в своём кабинете и буду увидеть кофе. Всё, работать надо, работать. Я же сказала, деньги надо зарабатывать. Хватит, Светлане, уже дыхать. Покажу вам сейчас, что у меня с окна. Я здесь сделала перестановку. Всё здесь освободила. Ну как? Видите, подарки ещё мои. Подарки. Вот эту вот шапочку мне подарила Наталья, вы видели, с шарфиком, да? Вот. А Раечка подарила вот такую вазу. Вот такую вазу подарила Раечка для фруктов. И вот такой вот шампунчик подарила мне. Ещё хочу передать своим спасибо огромное. Вот такой шампунчик передала она. Вот. Именно такой для восстановления дав. Будем пользоваться. А сейчас я вам покажу, что творится у меня в окошечке. С окошечка. Детки гуляют. Сейчас хоть убрала я, переставила вот сюда свои иконочки, да? Иконочки переставить. Да, нельзя зажигалкой, но спичек нет. Тут что-то я не видела в продаже. Вот мои иконочки. Такой подносик. Вот. Не знаю, когда я начну заниматься. Здесь вот такой бардачок. Всё. И повесили картину. Теперь у меня будет красивый вид, когда я буду с вами общаться в прямом эфире. А это дочь моего мужа. Низ. Она уже взрослая, лет 19-20, наверное. Так, а сейчас я вам покажу, что у нас из окна. Вот. Вон там пикник устраивает. Как они любят пикники устраивать. Вот я никак не приучусь к этому. Вот видите. За каждым столом что-то, потому что сейчас же всё на вынос. И там сидят. И у меня такая панорама красивая с окна. Обожаю этот район. Даже жалко, что хочется уйти отсюда. Но уйти отсюда хочется по нескольким причинам. А квартира, вообще само расположение нам очень нравится. Мне очень. Я так себе комфортно ощущаю. Просто много нюансов есть. Нам надо уйти в другой дом, потому что его жена приходит постоянно сюда. И после того, как она увидит что-то, у меня какие-то перемены. Или от соседей ей говорят постоянно. Её бесит. И она придумывает какие-то новые причины, чтобы навредить нам. Хотя мой муж платит ей алименты неплохие. Купил квартиру, купил всё, что там есть. Ну вот, лет больше пяти лет дети не общаются с отцом. Приходят в дом сюда к нам. И его игнорируют. Вот это им очень больно. А, вот я тоже пикник обнаружила. Вот я уважаю турецкий народ. Почему? Потому что они такие лёгкие на подъём. Раз, быстренько. Стали и пошли пикник делать. У нас под домом здесь. Встаньте, идите. Светлана, НДР. Ну, вечно у вас не хватает времени на себя. Я не знаю, сегодня выйдем или нет. Потому что очень много работы. Всё, друзья мои. Я вам показала панораму красивую. И пошла я заниматься своими делами. Сегодня на ужин я отдыхаю. Сама ничего не делаю. А только приготовила испанак. Вот шавель. Испанак это шпинат. Он у меня был приготовлен в морозилке. Потом я его положила на это сито, стекло, жидкость. И он готов к приготовлению бюреков. Сейчас придут пекарни фурын по-турецки. И заберут эту начинку. И принесут нам готовые бюреки. Супчик у меня есть овощной. Айран приготовлю. Вот и будет у нас сегодня ужин. Что сюда входит? лук, тимьян, тимьян, тмин, черный перец, красный перец и растительное масло. Все. Остальное дело за пекарями. Ждем, пока они придут. А что принесут, я вам покажу. И скажу, сколько это будет стоить. К нам пришел гость, друг его. Я быстро приготовила, отварила вареники, суп. И вот наши бюреки. Посмотрите, вот такие бюреки. Сейчас мы будем их кушать. Приятного нам аппетита. Поели мы от души. Так вкусно было бюреки. Вот остались еще горяченькие. Так что на завтра будет завтрак. На завтрак. А друг никогда не приходит с пустыми руками. Принес домашние яйца. Вот такие яйца, например, вареники. Наверное, басочку вот здесь. Сейчас готовлю им чай. С бакловой. Что-то я сидела и так замерзла у себя в кабинете. Заварила кофе. И открыла вот только что с трудом. Распаковала шар. Сефир в шоколаде. Еще раз спасибо Светочке и ее семье. Мужу, которые позаботились. Как хочу я попробовать. Сейчас Сашкин тоже придет. Сашкин сидит, здесь сигары крутит. Ну вот, как сейчас мне порезать это? Еле разорвало. Вот. Сейчас я ему поломаю что-нибудь. О, все. Поломаю его аппарат. Представляете, не могу никак порезать. Это какой-то... Как упаковали. Сейчас я... Минутку. Не знаю, как вот малиновый ему не так понравился. А я сейчас попробую. Боже, почему в Турции такое не продают, а? Обалдеть. Вкус детства. При этом у меня аппетит. А Сашкин придет, если он попробует, захочет попробовать это. Ну, а я выпью одну штучку, сейчас поем с кофе. Я вот пытаюсь. А вот это... Я ищу. Было, как ищу. Назад. Как ищу. Я, конечно, однако. Это как ищу. Там, которые не будут. Это так. Попробую. Дельбо? Буби севиндимо? Видите, еще вторую хочет. Афитоус у наш ким. Сенчок севиндин, друс. Татли.